Как я уже говорил, область применения R пирсона и х квадрата пирсона, она очень разная. Х квадрат применим к любым типам шкал. Пирсон применим только если у вас все признаки, участвующие в связи, измерены по интервальной или сергоинтервальной шкалам. При этом, конечно же, пирсон, он более точно измеряет связь, чем кэндл, чем с пирмом. Он самый чувствительный. Мы видим, что сигнификанс везде свидетельствует о том, что налевая гипотеза отклоняется. То есть связь есть. Причем связь довольно сильная. То есть для 70% респондентов она имеет место быть. И она положительная. То есть с ростом доверия к парламенту растет доверие к законодательной системе. Мы можем в этом убедиться. Опять же, посмотрев, насколько распределились остатки. Условное форматирование. Остатки, как, собственно говоря, и частоты, если просто частоты вывести. Но остатки более показательные. Распределились по главной диагонали. Что как раз и говорит, что... Нулевая категория с нулевой категорией. Первая, вторая, с первой и второй. Вторая, третья, со второй, третьей и так далее. Вот они. Категории, которые между собой очень активно сочетаются. Остальные категории, как вы видите, они, например, отталкиваются. Пятая и нулевая отталкиваются. Редко встречаются вместе. Собственно говоря, в этом Пирсен свидетельствует очень сильная связь. О том же, в принципе, свидетельствует и с Пирманской ангелом. Но они говорят только о соотношении и соответствии рангов. С ростом рангов по одной перемене растет ранг по другой перемене. А Пирсен учитывает и расстояние между рангами. Поэтому он более точный. Однако Пирсен учитывает, точнее, способен измерить только линейную связь. Связь бывает нелинейная. Бывает так, что Пирсен имеет низкое value. И даже, допустим, подтверждается нулевая гипотеза. Ну, например, 0,1, если обстояло. Нулевая гипотеза была бы принята. И, следовательно, мы бы сказали, что связи нет. Однако, мы бы должны так сказать, были, имея в виду именно линейную связь. При этом хит-квадрат мог бы нам говорить, что связь есть. Потому что связь нелинейная. То есть, например, у нас были бы большие положительные остатки здесь, здесь и здесь. То есть, вот такая связь. А не такая.